Аркадий Аверченко Смерч Читает Геннадий Постригайло Услышав звонок в передний, кухарка вышла из кухни, открыла парадную дверь и впустила Кирилла Бревкова, пришедшего в гости к хозяину дома Терентьеву. Кирилл Бревков имел рост высокий, голос очень громкий, смеющийся, и лицо веселое, открытое, украшенное светло-красным носом и парой сияющих, как звезды, глаз. При одном взгляде на этот треугольник, углы которого составляли два глаза и нос, можно было безошибочно определить, что Кирилл Бревков живет на земле беззаботно, радостно, много ест, много говорит и всюду находит себе материал для веселья, заливаясь всю жизнь счастливым безидейным смехом, столь редким в наш сухой век. — Здравствуй, Пелагея, как поживаешь? — Спасибо, барин, пожалуйте. — Постой, постой. Э-э-э, да что это с тобой, матушка, такое? Он взял руками пылающее от кухонного жара лицо Пелагеи и повернул его к свету. — Да ведь на тебе, матушка, лица нет. Ты больна? — Нет, — испуганно прошептала Пелагея. — А разве что? — Да ведь ты же бледна, как смерть, крашу в гроб кладут. Тиф им была больна, что ли? Багровая Пелагея действительно побледнела и вздрогнула. — Неужто хворая? — Матушка, да ведь ежели так с тобой незнаючи встретиться, так тебя за привидение, за русалку примешь. Сама белая-белая, а глаза горят лихорадочным блеском. Похудела, осунулась. Кухарка охнула, всплеснула толстыми руками и с громким топотом убежала в кухню. А Кирилл Бревков посмотрел ей вслед смеющимся лучезарным взглядом и вошел в гостиную. Его встретил двенадцатилетний Гриша. Вежливо поклонившись, он сказал. — Здрасте, Кирилл Иванович, папа сейчас выйдет. Напустив на себя серьезный мрачный вид, Кирилл Бревков на цыпочках подошел к Грише, сделал заговорщицкое лицо и шепнул. — Папаши признались? — В чем? — Насчет недопущения к экзамену. Гриша растерянно взглянул в сверкающие глаза Бревкова. — Какое недопущение? Я допущен. — Да? — протянул Кирилл Бревков. — Вы так думаете? Ну что ж, поздравляю. Блажен кто верует. — Он сел в кресло и преувеличенно грустно опустил голову. — Жаль мне вас, Гришенька, влопались вы в историю. — Какую? — А в такую, что я сегодня видел вашего директора Уругваева. — Как идет у вас, спрашиваю, Терентьев Григорий? — Отвратительно, говорит. На совете постановили не допустить его к экзаменам. Вот оно что, молодой человек. Если бы Гриша был наблюдательнее, он заметил бы, как дрожали полные губы Бревкова и каким весельем сверкали его бриллиантовые глазки. Но Гриша было не до этого. Он тихо побрел в детскую, спрятав голову в узкие плечи и шепча под нос. — Господи, Господи! В гостиную вышел сам Терентьев и облыбзался с гостем. — Здорово, Кирилл. Сейчас и жена выйдет. Вышла и жена. Она была худощавая, тонкогубая, с прической, взбитой высоко-высоко над желтым лбом. — Анна Евграфовна, неизмеримо рад видеть вас. — Ручкус. — Давно вернулись из Москвы? — Позавчера. — Она оглядела мужчин пытливым взором и, сделанным равнодушием, спросила. — Ну а вы, господа, как проводили без меня время? — Кирилл Бревков хотел заявить, что он не виделся с мужем со времени ее отъезда. Но пытливое лицо Анны Евграфовны показалось ему таким забавным, что он ухмыльнулся и загадочно сказал. — Ха, было всего. — Да, — криво улыбнулась Анна Евграфовна. — Вот как. — Кстати, — обернулся к мужу Бревков, — вчера я встретился с той полькой. — С какой? — удивился Терентьев. — Ну, с этой, знаешь, Станиславой, ну, которой ты платье тогда такайским облил. Вспоминали тебя. При этом Бревков многозначительно подмигнул Терентьеву одной стороной своего подвижного лица. Но Терентьеву не нужно было и этого подмигивания. Терентьев знал своего веселого, замысловатого друга и сейчас же решил, что он, Терентьев, не ударит перед ним лицом в грязь. Он сделал фальшиво испуганные глаза и погрозил Бревкову пальцем. — Кирилл, ну ведь ты же дал слово молчать. Кирилл расцвел. Мистификация получилась хоть куда. — Молчать? Ну, я знаю, что Анна Евграфовна женщина передовая и простит мужчинам их маленькие шалости. Тем более больших денег это не стоило. Сколько ты тогда заплатил? Сто сорок? — Сто сорок, — подтвердил Терентьев. — Да на чай десять рублей. Жена переводила взоры с одного весельчака на другого и, наконец, убежденно воскликнула. — Да вы врете. Хотите подшутить надо мной? Дразнитесь. Бревков никогда не мог примириться с тем, чтобы его шутки так легко разгадывались. — Мы шутим? Хо-хо, ну хорошо. Да-с, Анна Евграфовна, мы шутим. Не придавайте нашим словам значения. Он помолчал, а затем обернулся к Терентьеву. — А знаешь, насчет этой испанки-мариниты ты оказался прав. Терентьев никогда не знал никакой испанки-мариниты, но вместе с тем счел необходимым обрадоваться. — Видишь, я говорил, что буду прав. — Да-да, — медленно кивнул головой Кирилл. — Она сейчас же от тебя и поехала к этому жонглеру. Ха-ха-ха, а ведь как уверяла тебя в своих чувствах. Бревков ударил себя ладонью по лбу. — Кстати, все собираюсь спросить тебя. Это ты засунул мне в карман тогда утром желтый шелковый чулок? — Ха-ха-ха, так он был у тебя, — захохотал Терентьев. — А мы-то его искали. Жена сидела не шевелясь, опустив глаза. — Вы это серьезно, господа? — спросила она странно спокойным тоном. Кирилл Бревков вздрогнул. — О, черт возьми, я, кажется, наболтал лишнего. Простите, сударыня, при вас не следовало вспоминать о таких вещах. Она вскочила. — Вы... вы это... серьезно? В тоне ее было что-то такое, отчего муж поежился и рассмеялся бледным смехом. — Милая, ну неужели ты не видишь, что мы шутим с самого начала? Никуда я не ездил и все время сидел дома, и с Кириллом не виделся. Муж думал, что Бревков тоже сейчас расхохочется и успокоит жену, но Бревков был не такой. — Неужели вы так близко принимаете это к сердцу, Анна Евграфовна? Ну, что здесь в сущности ужасного? Все мужья это делают и остаются по-прежнему любящими мужьями. Из-за мимолетной встречи с какой-нибудь канатной плесуньей не стоит... Жена закрыла лицо руками, заплакала и сказала сквозь рыдание. — Вы негодяи, развратные подлецы! — Кирилла! — скочил с места Терентьев. — Перестань, довольно. Анечка, ну ведь он же это нарочно. — Не смей ко мне прикасаться, негодяй, я тебе не испанка. — Сударыня, — сказал Бревков, — он больше не будет, он исправится. Анна Евграфовна оттолкнула мужа и ушла в спальню, хлопнув дверью. — Началась история, — сказал муж, обескураженно почесав затылок. — И нужно было тебе выдумать такую чепуху. Сидя в кресле, Кирилл Бревков хохотал, как ребенок. — Анюта, а, Анюта, отвори мне, ну брось глупить, ну мы же шутили. Молчание было ответом Терентьеву. — Аня, Анюта, ну что ты там делаешь, открой. Кирилл хотел потрунить над тобой, а ты и поверила. — Не лги, хоть теперь не лги. В память наших прежних отношений все равно твои жалкие оправдания не помогут. За дверью послышались рыдания. Потом все стихло. Потом дверь распахнулась, и из спальни вышла Анна Евграфовна в шляпе с чемоданчиком в руках. — Я уезжаю к тете. Потрудитесь не разыскивать меня, это ничему не поможет. Приготовьте Гришу ко всему этому. Мне было бы тяжело его видеть. Прощайте, Бревков. — Анна Евграфовна, — кинулся к ней Кирилл, — ну неужели вы поверили? Мы же шутили. Она слабо улыбнулась и покачала головой. — Не лгите, Бревков. Дружба — великое дело, но за негодяев заступаться не следует. — Анна Евграфовна. — Прочь. Довольно. Она отстранила мужа и вышла из комнаты, высоко подняв голову. Еще десять минут тому назад она решила выйти из этого дома с высоко поднятой головой. — Чтоб тебе черти взяли, Бревков, — вырвалось у мужа совершенно искренно. — Ты еще что? Тебе еще чего надо? — Чего? — прищурилась вошедшая Пелагея. — От того, что изверги вы все, кровопийцы. Вам бы только вдовью кровь пить, чтобы вдове скорее в могилушку снизойти. Этого вам надо, да? Пожалуйте, расчет. — Да с ума ты сошла! Кто твою кровь пьет? — Да уж поверьте, посторонние люди-человеки замечают. Уходили вы меня, чтоб вам ни дна, ни покрышки. Может, мне и жить-то через вас неделька-другая осталось, да чтоб я молчала? Нет в вас жалости. Как же, пожалеете вы. Посторонний человек пожалеет, это верно. Пледненькая вы, Пелагея Васильевна, скажет, хворенькая. А вам что? Работает на вас дура и хорошо. Она села на пол и залилась слезами. — Вон! — закричал Терентьев. — Вот тебе деньги, вот паспорт и проваливай. Эй, да ну вас всех к черту! Терентьев схватил шляпу, нахлобучил ее на глаза и убежал. Слышно было, как в передней хлопнула дверь. Пелагея тоже поднялась с пола и ушла. Уходя, поклонилась Кириллу и сказала. — Благодарим покорно, батюшка, хоть ты вдову пожалел. Изумленный Кирилл почесал затылок и, бормоча что-то под нос, стал прохаживаться по опустевшей комнате. В детской послышался шорох. Крадучись, вышел маленький Гриша, увидев Бревкова, отскочил, бросил на пол какую-то бумажку и помчался к выходу. — Куда ты? — крикнул ему вслед Бревков. Гриша взвизгнул на ходу. — Убегаю в Америку! — Кирилл поднял бумажку и прочел. — В смерти моей прошу никого не винить. Виноват директор Уругваев. Уезжаю с Митей Косых в Америку. Примечание. Не знал, как начинаются записки, и потому он написал про смерть. А вообще едем в Америку. Ученик второго класса Григо Терентьев. Кирилл еще минут пять бродил по пустой квартире. Потом ему сделалось жутко. Он оделся, вышел, запер на ключ наружную дверь и, отдавая ключ дворнику, сообщил ему. — Терентьевы уехали за границу, а все вещи подарили тебе за верную службу. Старайся, Никифор. И пошел по улице, усмехаясь. Неудачная игра Один известный артист любил патетически восклицать при всяком удобном случае. Сцена — это жизнь. Конечно, если бы он занимался игрой в рулетку или служил трактирным поваром, то это восклицание редактировалось бы в последовательном порядке совершенно иначе. В первом случае жизнью оказалась бы рулетка, а во втором — кухня. Поэтому я не был удивлен, когда услышал от своего партнера, завзятого шахматного игрока, фразу «Шахматы — это жизнь». Я возразил ему. «Шахматы — это вздор. Может быть, с моей стороны было неловко делать такое утверждение после того, как я уже несколько лет трачу по три часа в день на шахматную игру. Я давно изучил эту прокопченную табачным дымом, мрачную и самую дальнюю комнату большой кондитерской и все лица, изо дня в день торчавшие здесь за шахматными досками. В особенности мне примелькалась физиономия господина, сидевшего в настоящую минуту около нас в роли безучастного зрителя. Я изучил каждую морщинку его изможденного угрюмого лица, его нескладный, хотя и дорогой костюм, и его манеру, ни с кем не играя, часами созерцать чужие ходы, молча, без единого жеста и слова. Я знал, что он никогда не уходил, ранее закрытие кондитерской, но этим человеком мало кто интересовался. Сегодня он состоял при нас, но мы начали свою беседу, даже не поворачивая из вежливости головы в его сторону, будто перед нами был пустой стул. — Шахматы — это вздор! Мой партнер мягко положил свою руку на мою и сказал примирительным тоном. — Ведь то, что мы говорим, не спор. Хотите, я сначала докажу, что шахматы — это жизнь, а потом вы можете доказывать противное. — Ну, ладно, — сказал я упрямо, — посмотрим. Газ еще не был зажжен, и ласковый сумрак осеннего дня окутывал нас, смягчая и неясные тени на стенах и резкие слова. — Шахматы — это сама жизнь. Вы скажете, что я поэт, фантазер, но взгляните на дело глубже. Вот мы поставили фигуры в первоначальном порядке. Это начало жизни. Все стройно, величаво. Королева любовно стоит возле своего супруга. Помните в Писании «Жена да прилепится к своему мужу». Здесь же весь королевский штат. Два щеголеватых офицера-адъютанта, дальше королевская конюшня, а в самом углу скромно поместились ладьи-фрейлины. Но скромны они и незаметны только в начале игры. Потом, как мы увидим, события возводят их на головокружительную высоту. Ну-с, и вот начинается игра. Вы знаете, конечно, что первый обычный ход — это два шага королевской пешки. Первые шаги королевского первенца — детяти любви королевской четы. Увы, только этот первенец и называется пешкой короля, потому что другие младенцы этого сорта бывают и от офицеров. Не сама ли это жизнь? И вот игра развивается. На первенца нападает враждебный конь, но его, как принца крови, защищает конь собственной конюшни, а следующим ходом и офицер. Теперь у короля с одной стороны стоит супруга, а с другой — скромненькая блондиночка-фрейлина. Король недолго раздумывает, если он умный король. Несмотря на силу и титул его супруги, надежда на нее плоха. Она любительница всяких авантюр и уже с пятого хода приготовила себе выход, двинув на один шаг второго своего младенца, тоже принца, но уже не чистой крови, потому что он выдвинут от офицера. Ясно, что эта легкомысленная женщина намерена сейчас выступить на поиске новых приключений. Король в тоске и раздумье. Такое гнусное предательство и ветренность его потрясают. Он стар, и его подагра не позволяет ему сделать более одного шага, а тем более гоняться, сломя голову за неутомимой королевой. Что необходимо старому королю — это тихая семейная пристань до покой и защита со стороны преданного существа. Взор его обращается вправо и падает на скромную, пухленькую блондиночку-ладью. Король, не раздумывая дальше, приближает фрейлину к себе, потом шагает через нее в угол и думает, что убил сразу двух зайцев. И мне здесь за этим миллионочком спокойнее, да и она будет поближе к супруге. Все-таки не как-нибудь и фрейлина. Хе-хе-хе-хе-хе. Смеется старый и не видит, что его ветренная подруга жизни уже выскользнула на простор, и только знай поеживается от заигрываний чужих младенцев и офицеров черных, как жук. Один из них в особенности нахален. Избалованный своей собственной властительницей, высокой пикантной брюнеткой, он сразу возымел коварные виды и на недальновидную блондинку. По первому обцугу он предлагает ей в подарок вороного коня. Наставит его так неудачно, что королева должна посторониться от удара. Глядь, а другой конь под пару первому уже стоит перед ней, раздувая ноздри. Хитрости у ее величества больше, чем ума. Она хочет и коня присвоить, и своего пылкого поклонника-офицера оставить с носом. Ей кажется это простым — стать бок о бок с обоими конями. «Здесь», — думает она, — «брюнету не до амуров. Нужно одного из коней спасать». Но лукавый царедворец делает вид, что жертва одного коня для такой обольстительной женщины — плевое дело. Он уступает ей одного и, становясь за спину другого, начинает нашептывать разный любовный вздор. Принявший незаслуженный дар, королева чувствует себя не совсем хорошо. Конь-то принят, но что скажет супруг, княгиня Марья Алексеевна, да и сам обожатель, который едва ли бы сделал такой царский подарок из-за одних только прекрасных глаз королевы. В предчувствии чего-то опасного и в смятении королева растерянно приближает к себе одного из младенцев пешек, неизвестно от кого появившегося на доске. Так все перепутано. Увы, это ее губит. Единственный вражеский конь, оставшийся на доске и отделявший ее от пылкого обожателя, вдруг делает нелепый скачок в сторону и объявляет шах королю. Старичок сумрачно ворчание охотно отодвигается в самый угол, а его дрожайшая половина поднимает взор и вся вспыхивает. Перед ней стоит черномазый воин, уже не заставленный вороными конями. «Боже, она открыта!» «Один его шаг, и я попаду в его объятия. Он очутится в моей клетке. Стыд, позор! Ведь это измена мужу! А, впрочем, этот сосед — такой миленький брюнетик. Тем хуже для мужа». Она ждет, простирая белые руки, но чужестранец, достигший своего, грубо, без церемоний, сбрасывает ее за доску и сам нагло становится на ее место. Битва кипит на всем протяжении, а старый вдовец, забывший о государственных делах, рядом с ладьей, предается изнеженности нравов. Он не видит, что от вражеской королевы его отделяет только пешка, что на эту пешку косится другой вражеский офицер. Он не слышит последнего хрипа его слуг, жертвующих собою, чтобы отстоять своего короля от мата. Все напрасно. Белая пешка тихонько снимается, исчезает, и король в ужасе видит перед собою какое-то чуждое, зловещее существо. Шах королю! Звучит, как погребальный колокол. Король выдвигается из угла и помещается против чужеземного офицера, уклоняясь от его косого удара. Тот, исполнив чужое поручение, до смысла которого ему нет дела, отходит. Король облегченно вздыхает. Ну что это? Безумие! Громы небесные! Против него стоит чужая королева и звучит в его ушах еще более похоронное. Мат королю! Старец беспомощно оглядывается на свою подругу-ладью, в бессмысленной растерянности полагая, что она защитит его по косой линии, но та, как истая помпадурша, видя, что ее повелителю мат, смотрит прямо перед собой, и ее безмятежный взор будто бы с интересом рассматривает фигуру давно знакомой пешки. Эх, не вовремя и не в ту сторону я рокировался, вздыхает король, и с этим последним вздохом отлетает царственная душа от дряхлого старческого тела. Игра окончена. И побежденные, и победители без церемонии сгребаются властной рукой с доски. — Это конец жизни, смерть, которая не щадит ни правых, ни виноватых. Шахматы — это жизнь. В комнате зажгли газ. Улица потухла, шум экипажей стал затихать, и мы молчали несколько минут под впечатлением курьезной импровизации. — Вы со мной согласны? — неожиданно обратился мой партнер к человеку с измученным лицом, третьему в нашей компании. Неизвестный поднял свои голубые выцветшие глаза и с какой-то мучительной тоской прошептал. — Ваша история, вероятно, очень забавна, но я, простите, ничего не понимаю в шахматах. Мы оба раскрыли рты и посмотрели на него с удивлением и страхом, как на помешанного. — Как же так? — возразил немного оправившись партнер. — Я вас вижу несколько лет изо дня в день около чужих шахматных досок, внимательно созерцающим игру посетителей, и вы говорите, что решительно ничего не понимаете. Как хотите, это непостижимо. Глаза странного господина наполнились слезами. Он встал и, вынимая из кармана платок, сдавленно прошептал. — Я здесь бываю уже восемь лет. Но причина... Можете же себе вообразить, какая дрянь моя жена, если я, только чтобы не быть с нею, предпочитаю убивать годы на созерцание игры совершенно для меня бессмысленной. Он истерически всхлипнул и, схватившись с подоконника свою шляпу, поспешно вышел на улицу. Мы помолчали. Я допил остатки холодного чая и сказал, сладко потянувшись. — Вот человек, который забыл вовремя рокироваться. Мой партнер рассеянно обвел глазами пустые столики и равнодушно добавил. Или рокировался не в ту сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok